Мини-проект «Компьютер будущего» 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 Давайте посмотрим. На компьютере это инструмент лупа, а в интернете это любой браузер. А теперь выполним практическую работу в программе PowerPoint и создадим проект на тему компьютеры будущего. Как мы уже с вами говорили, одно из современных и актуальных направлений с развитием науки и техники – это робототехника. Давайте создадим презентацию о видах роботов. Для этого нажимаем кнопку «Пуск». В разделе «Все программы» находим и открываем PowerPoint. Выбираем «Пустая презентация». Открывается окно программы. Определим структуру будущей презентации. Первый слайд – титульный. Напишем название нашей презентации – виды роботов. Далее создадим слайды для основной части. Для этого на ленте «Главное» кликаем по команде «Создать слайд» и в выпадающем меню указываем тип «Рисунок с подписью». Создадим еще таких четыре слайда. Для последнего слайда, это слайд заключения, выберем тип «Заголовок и объект». Теперь выполним поиск информации о видах роботов в сети интернет. Для этого сворачиваем презентацию, открываем любой браузер двойным щелчком левой кнопкой мыши и в строке поиска напишем «Виды роботов». Нажимаем клавишу ввода. Поисковая система тут же выдает ответ на наш запрос в виде ссылок на веб-страницы, которые содержат ключевые слова, введенные нами в строке поиска. Чтобы просмотреть содержимое страницы, необходимо кликнуть по ней один раз левой кнопкой мыши, веб-страница открывается. Просматриваем содержимое. Вот типы роботов, давайте посмотрим первый тип. Для этого нажимаем по ссылке с названием «Промышленные роботы» один раз левой кнопкой мыши. Открывается веб-страница о промышленных роботах в этом же окне. Скопируем определение. Для этого выделяем нужный фрагмент текста, кликаем по нему правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбираем команду «Копировать». Затем сворачиваем браузер, разворачиваем презентацию. Установим курсор для вставки текста. Для этого кликаем внутри текстового поля один раз левой кнопкой мыши. Далее на ленте «Главное» нажимаем на список команды «Вставить» и выбираем пункт «Сохранить только текст». Для того, чтобы вставился текст без предыдущего форматирования. В поле заголовок напишем вид «Промышленные роботы». Возвращаемся в браузер и сохраним изображение робота в предварительно подготовленной папке. Для этого выбираем подходящее изображение, кликаем по нему правой кнопкой мыши, в контекстном меню выбираем команду «Сохранить картинку как». Появляется окно, в котором указываем место сохранения и название изображения. Нажимаем кнопку «Сохранить». Далее открываем презентацию, кликаем внутри поля по значку рисунки. В окне вставки рисунка указываем расположение и название сохраненной картинки. Нажимаем команду «Вставить». Рисунок вставляется. Применим эффекты анимации к объектам слайда. Для этого переходим на вкладку «Анимация», выделяем заголовок, кликнув по контуру текстового поля один раз левой кнопкой мыши. Нажимаем на список эффектов в группе «Анимация». Подберем, например, «Плавное появление». Далее нажимаем на кнопку «Параметры эффектов» и выберем пункт «Выплывание вниз». Изменим способ запуска, выбрав параметр в предыдущем. Далее выделим текст, выберем «Плавное появление» и также запуск с предыдущим. Теперь выделим рисунок, кликнув по нему один раз левой кнопкой мыши. И выберем эффект анимации «Фигура» с параметром эффекта от центра к краям. На последующих слайдах тип фигуры будем изменять. Выберем способ запуска с предыдущим. Таким же образом заполняем и применяем эффекты анимации с указанными параметрами к остальным слайдам презентации. Когда структура презентации готова, анимация установлена, можно оформить слайды презентации. Для этого переходим на вкладку «Конструктор». В группе «Темы» нажимаем на список и выбираем понравившийся шаблон оформления, например, «Рамка». Щелкаем по нему один раз левой кнопкой мыши. Шаблон применяется ко всем слайдам презентации. Презентация почти готова. Давайте установим переходы между слайдами. Открываем вкладку «Переходы». Нажимаем на список эффектов в группе «Переход» к этому слайду. И для первого слайда выберем эффект «Панорама». Для второго подберем эффект «Окно». На третьем установим перелистывание. На четвертый слайд эффект «Поворот». К пятому применим переход «Орбита». К шестому применим переход «Конвейер». И на последнем установим эффект «Занавес». Также для этого слайда применим звуковой эффект «Аплодисменты». А длительность перехода уменьшим до 3 секунд. А вот теперь посмотрим, что у нас получилось. Для этого переходим на вкладку «Слайдшоу» и выбираем команду «Сначала». Посмотрите, какая интересная, наглядная и приятно оформленная презентация у нас получилась. Как вы уже знаете, видов роботов огромное количество. Это и промышленные роботы, и космические, роботы-ученые, подводные роботы и даже роботы-игрушки. Таким образом, мы с вами создали презентацию, используя возможности программы PowerPoint в рамках курса «Цифровая грамотность». Подведем итог урока. Сегодня на уроке мы с вами вспомнили возможности программы PowerPoint и создали мини-проект. Всего доброго, дорогие ребята!